Дубоссарский район Сейчас уже и Дайбаны вторые обеспечены центральным водоснабжением, то есть у нас все села обеспечены центральным водоснабжением, это большой шаг вперед. Хотел бы также отметить положительную работу группы водоснабжения и водоотведения, оперативно реагируют в том числе руководители на те аварийные ситуации, которые есть, конструктивный диалог происходит, и проблема в итоге решается, и проблема становится, скажем так, видна перспектива их решения. О том, что сделано и что предстоит, докладывает директор водоканала совещания в правительстве по итогам года. Мы реконструировали порядка 13,5 километров сети, при этом строительство новых сетей, начиная от Каменки, заканчивая Слободзея, это 22,3 километра. Все работы за счет инвестпрограммы предприятия, плюс межтарифная разница, обновлять сети помогает государство, компенсирует тому же водоканалу разницу между тем, что платят люди и реальной ценой на услугу. Такая помощь с 2019 года. Результат есть, красная черта, когда просто рук и денег не хватало на ремонты уже позади. У нас применяется гибридная модель, это финансы предприятий и межтарифная разница, которая тоже является частью финансов предприятий, но финансируется из республиканского бюджета. Напомню, что это механизм, благодаря которому нам удается удерживать цены на коммунальные услуги стабильными. Тарифы, в том числе на воду, в следующем году у нас не изменятся. В проекте бюджета заложили сумму на компенсацию той самой межтарифки, а в планах водоканала и дальше восстанавливать сети от магистралей до новых труб для сел. Например, продолжат работы на коллекторе в Бендерах, а в Террасполе по Карло-Липнихта. А еще будут чинить насосные станции и обновлять технику.